Продолжение следует... Ну, не поставил прививку. Возможно, за границу поставлю. В советское время прививку в детском саде делали, в школе делали. Возражений как-то не было. И тут так же? Сказали, поставили? Да нет, предложили, сказали, хочешь делать, я пошел. Вы прививку от коронавируса поставили? Да. Зачем? Планировала путешествовать и поставила прививку на всякий случай. Ну, я, наоборот, считаю, что это не обязательно. Например, для молодежи. Потому что я считаю, что если организм молодой, в целом он может справиться с вирусом самостоятельно, что лучше переболеть. А вы не боитесь заболеть и заразить немолодого человека? Боюсь. Но я соблюдаю меры предосторожности. Нашу маску. Стараюсь не ходить в себя для общественных местах. Вы прививку от коронавируса поставили? Да, уже сделали. А чего? Не боялись? Нет. Чего бояться? Кто сейчас не знает, что это за болезнь, чего прививки ставят? Никто об этом не знает. Пройдет много лет, я уверена, лет 20. И все это скажут, что это был фейк, это был обман, это был чуть ли не геноцид всей нации. Я уверена в этой информации на 100%. Я врач-рентгенолог, я вижу этих пациентов. Они начали к нам приходить с самого начала, еще с прошлого года. Мы раньше не видели таких пневмоний. А потом это были новые пневмонии, которые стали видны на рентгене. И мы видим, что пациенты эти тяжелые, и взрослые, и дети. Ну, чаще взрослые. И поражается очень большая площадь. И больные эти плохо переносят такую пневмонию. Поэтому я сознательно поставила. Вы прививку от коронавируса поставили? Нет. Так зачем она нужна? Мне без прививки плохо живется. Не, ну все-таки люди заболевают. Вы не боитесь кого-нибудь заразить? Я не болею, чтобы мне кого-то заразать. Но если заболеть... Да и вообще, я не верю в коронавирус. Я вам скажу вот так вот. До свидания. Вы прививку поставили? Да. Поставили. А почему? Как почему? Жить хотим еще. Жизнь прекрасна и удивительна. Ну вы это к старости поймете. КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон»